В акционерном обществе национальная компания «Астана-Экспо-2017» состоялось заключительное заседание Общественного Совета. На встречу обсудили вопросы организации проведения предстоящей выставки. Рожденная в туалете девочка обрела родителей. Напомним, нашумевшая история с младенцем произошла в октябре в мае этого года. Найденные в яме девочки врачи дали имя Маньшук-Маметовой. В Шемкенте запустили сразу несколько спеццонов. Теперь жителям ЮКО будет проще поставить ребенка в очередь в детский сад, получить персональный кредитный отчет или получить водительское удостоверение. В Актюбинском музее искусства открылась ярмарка рукоделья. Праздничная ярмарка продлится всего три дня, и любой желающий может приобрести там необычные подарки для своих близких. В Акционерном обществе национальная компания «Астана-Экспо-2017» состоялось заключительное заседание Общественного совета. На встрече обсудили вопросы организации проведения предстоящей выставки. В Акционерном обществе национальная компания «Астана-Экспо-2017» состоялось заключительное заседание Общественного совета. На встрече обсудили вопросы организации проведения предстоящей выставки. Также были подведены итоги работы двух заседаний Общественного совета и приняты 10 основных рекомендаций. Председатель правления «Астана-Экспо-2017» Ахмеджан Есимов рассказал о достижениях компании за этот год. Кроме той работы, о которой я сказал, естественно, параллельно идет работа по международному продвижению выставки. Это очень большая работа. Мы планировали около 800 миллионов охвата. Она уже приближается к 1 миллиарду. Активизируем работу по продаже билетов, привлечению туристов и подготовку волонтеров. В ходе встречи председатель Общественного совета рассказал о рекомендации для открытия прямых авиамаршрутов с Астаны и Алматы до Байконыра. Это необходимо для развития внутреннего и въездного туризма на космический комплекс Байконур, а также решение вопроса о сокращении сроков рассмотрения заявок на допуск иностранных туристов на комплекс с 45 до 14 дней. Наша республика знает по многим аспектам, как крупные энергетические государства, ведущие страну по добыче урановой руды, экспортеры пшеницы, обладатели обширных природных ресурсов. Теперь необходимо показать новую страну, устремленную в будущее. Даже сама концепция национального павильона экспо демонстрирует, что Казахстан не останавливается на достигнутом, всегда нацелен двигаться дальше. На протяжении года за всю работу общественного совета членами консультативно-совещательного органа было дано около 50 ценных рекомендаций и предложений. Рожденная в туалете девочка обрела родителей. Напомним, нашумевшая история с младенцем произошла в октубе в мае этого года. Найденные в яме девочки врачи дали имя Маньшук Маметовой. 12 мая 2016 года. Глубокой ночью житель одного из частных домов, выйдя на улицу и подойдя к туалету, услышал плач ребенка. Прямо в выгребной яме мужчина нашел вот эту кроху. Девочку передали в дом ребенка Умыт. Здесь медики дали ей имя Маншук Маметова. На это имя подготовили свидетельство о рождении. Вся история о девочке найденыша записана вот в этой книге. Как оказалось, девочка прожила в доме малютки около шести месяцев. И после оформления всех необходимых документов, ее удочерила семья из октубе. Пара эта состоит из граждан Казахстана, вполне благополучная. И стояла на очереди на усыновление детей в органах опеки не один год. Ребенка удочерена 14 ноября 2016 года. На сегодня теперь у нее своя семья. Абсолютно девочка здорова. Удочерена гражданами Казахстана. По сведениям органов опеки, Маншук Маметовой дали новое имя. Какое именно, является тайной. Новые родители девочки не желают общаться с прессой и тем более разглашать сведения о приемной дочери. Кстати, биологическую мать девочки полицейские так и не нашли. А это уже Зайнура и Сокова. Девочке всего один месяц. В дом малютки Умыт ребенка привезли 14 ноября. В выписке из истории болезни сказано следующее. Родная мать, гражданка Узбекистана сразу после рождения, поместила девочку в пакет и оставила на таможенном посту в Мартуке. Если бы не пограничники, девочка погибла бы от переохлаждения. Само рождение этой крохи произошло в поезде с сообщением «Ташкент-Москва». Со слов родной матери, так записано в выписке. Роды у нее принимали попутчицы, они же помогли перерезать пуповину. Роженец, обросившая ребенка, якобы подумала, что малыш умер. Позже жительница города Самаркан собственноручно написала отказную. Сейчас Зайнор абсолютно здорово, нормально развивается и так же, как и остальные малыши, ждет своих родителей. В целом, в текущем году из дома ребенка Умыт было усыновлено семеро детишек. Для одного из них, трехлетнего мальчика, родителями стали жители Испании. Остальные попали в казахстанские семьи. Еще над шестью детьми взрослые взяли официальную опеку, один попал на патронатное воспитание, трое отправились жить в детский дом. В Шемкенте запустили сразу несколько спеццонов. Теперь жителям ЮКО будет проще поставить ребенка в очередь в детский сад, получить персональный кредитный отчет или получить водительское удостоверение. Шахло Болтабаева живет в микрорайоне Унтестек, более известном как Чапаевка. Женщина потеряла метрику своей дочери и пришла восстановить документы в новый ЦОН. Раньше ходили, на север ходили, на это, в Венецию ходили в ЦОН, туда ходили. Там мы делали, по всем обслуживаниям туда ходили. То есть, ЦОН здесь открылся, сэкономить время, сэкономить деньги. И еще дома есть дети, туда успеем, домой успеем. Это нам выгоднее сейчас. Новый ЦОН в Чапаевке будет обслуживать более тысячи человек. Здесь будет оказывать 530 услуг, из них 315 электронные. В скором времени инспекторы ЦОНа намерены ходить по родильным домам, чтобы оставить на очередь в дошкольные учреждения новорожденных малышей. Именно открытие 8-го ЦОНа связано с тем, что в конце 2014 года к городу были присоединены дополнительные населенные пункты. И в этой связи количество населения на сегодняшний день в данном Ембекшинском районе составляет более 255 тысяч. Для создания удобства населению в качестве получения госуслуг, обеспечения доступности, Акиматам было оказано содействие в предоставлении данного здания по нулевой ставке. Бюджетных средств здесь не было затрачено. И на сегодняшний день все ближайшие населенные пункты имеют возможность получить услуги в данном ЦОНе. Официальное открытие состоялось в микрорайоне Достык. В этом спеццоне можно сдать практические экзамены почти для всех категорий и пройти медосмотр, чтобы получить водительское удостоверение. По словам специалистов, автоматизация всех процессов сдачи теоретического и практического экзаменов позволяет полностью исключить человеческий фактор и сделать процесс максимально прозрачным. В Актюбинском музее искусства открылась ярмарка рукоделия. Праздничная ярмарка продлится всего три дня, и любой желающий может приобрести там необычные подарки для своих близких. Жители Актюбе продолжают радовать и удивлять своими способностями. На этот раз в музее искусств на праздничной ярмарке были представлены изделия ручной работы. Это и мягкие игрушки, куклы, бижутерия, мыло, свечи и предметы домашнего декора. В общем, огромное количество удивительных, а главное, эксклюзивных вещей на любой вкус. К примеру, Ирина Курманалина, член Союза художников, занимается валянием варежек и подушек. И к своей работе подходит не просто творчески, но и профессионально. К тому же опыт работы уже не маленький. С войлоком, признается Ирина, начала работать случайно и училась всему самостоятельно. Ну, я стала учиться сама. И потихоньку пришла к традиционному мокрому валянию. Вот результаты, которые вы видите здесь в виде подушек, и они получаются очень декоративные. А работать с ними одно удовольствие, потому что это очень похоже на живопись. Я вообще профессиональный художник. И живопись – это мой хлеб. И вот именно живописные такие преимущества я ищу и в войлоке. Потому что здесь можно совмещать экспромты по поводу казахского декоративно-прикладного искусства и как бы более современный подход тоже. Не менее красивые изделия представила и рукодельница Олеся Попова. В основном она занимается изготовлением мыла и украшений. По словам Олеси, это хобби приносит ей только удовольствие. И работая над очередным творением, она скорее отдыхает, чем трудится. К этой новогодней ярмарке я подготовила мыльные наборы. Подойдут и для мужчины, и для женщины, и для деток. То есть для всех. И сделала свечи с медовой вощины. Свечи очень полезные эти, расслабляют. И, конечно, короны, чтобы наши девочки были как принцессы. Все делается вручную, естественно. Это очень кропотливый труд. Вот чтобы сделать один набор мыла, конечно, требуется где-то сутки. Праздничная ярмарка продлится всего три дня. И любой желающий может приобрести там необычные подарки для своих близких. Помимо продажи изделий, в эти дни в музее также будут проводиться различные мастер-классы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова